Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги поделятся с вами событиями сегодняшнего дня и прошедших праздничных выходных. Сегодня вы увидите. Рязань отметила День защитника Отечества. В городе прошли памятные мероприятия. Рязанцы могут увидеть военную форму знаменитых полководцев. Легендарные мундиры собрались на выставке в музее ВДВ. За истечением срока давности рязанские живодеры отпущены на свободу. Череду мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, провели выходные в Рязани. Гирлянды из живых цветов легли к Вечному огню и Монументу Победы. Минуты молчания почтили память тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны. Подробнее в первом материале. В Рязани почтили память защитников Отечества. В субботу, 20 февраля, в Рязани прошла торжественная церемония возложения цветов и гирлянды воинской славы к памятнику Победы. Почтить память тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, пришли губернатор Олег Ковалев, члены регионального правительства, депутаты областной и городской дум, представители городской власти, сотрудники ведомств и управления, ветераны и все неравнодушные граждане. Память о тех, кто отдал свою жизнь в бою, была объявлена минутой молчания. В преддверии Дня защитника Отечества отдали дань уважения и тем, кто защищал интересы Родины на дальних рубежах, воинам-интернационалистам. К памятнику на площади Маргелова легли живые цветы от представителей органов власти и жителей города. Но и в завершении в областном театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное самому мужественному празднику. Официальная часть была посвящена вручению губернаторам региональных наград, ряду военнослужащих. Продолжением мероприятия стал праздничный концерт с участием рязанских исполнителей и коллективов. Он позволил гостям совершить путешествие в прошлое, проследить за судьбой тех, кто защищал Родину во все времена. День защитника Отечества играет большое значение в этом деле. Он служит хорошим поводом на ярких примерах еще раз продемонстрировать современному поколению, что своими вооруженными силами надо дорожить и крепить их мощь. Это особенно важно сегодня, когда страна переживает непростое время, усиливаются военные риски, предпринимаются попытки исказить историческую правду о роли нашего государства в освобождении мира от фашизма. Всем нам необходимо усилить патриотическую работу. На Рязанской земле День защитника Отечества отмечают по-особенному. Ведь наш край, как никакой другой, славен воинскими традициями, а его уроженцы во все века являли собой пример доблести и мужества. И сегодня на Рязанской земле к людям в погонах относятся с особым уважением. Ведь здесь дислоцируется военный гарнизон, действует единственное в мире училище, готовящее офицеров воздушно-десантных войск, морской пехоты, спецназа ФСБ и ФСО. Выпускники училища продолжают военные традиции своих предшественников, являясь гордостью не только региона, но и всей России. Мундиры маршалов Жукова, Рокоссовского, Буденного и других легендарных военно-начальников можно увидеть в эти дни на выставке в Рязани. Впервые парадная военная форма, которая хранилась в семьях полководцев, была передана специально для временной экспозиции. В Рязанский музей ВДВ выставка приехала из Кремля. Форма легендарных полководцев размещена в небольшом музейном зале. Сияние маршальских звезд и орденов поначалу сбивают с толку, ведь принадлежат они людям, которые привели страну к великой победе. Экспозиция представляет собой частную коллекцию председателя Комитета памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова Алексея Павликова. Приходилось поднимать старые лекала, в которых шили именно мундиры Парада Победы. Приходилось перелопатить огромное количество фотографий, где наши военачальники запечатлены с наградами в той или иной обстановке. Вот форма образца 1954 года. Сделана она из драб-кастора. Ее шили специально для комсостава участников Парада Победы. Стандартный темно-зеленый цвет мундира был и у обладателя генеральских чинов. Данный образец принадлежал маршалу Жукову. А вот форма, которая выглядит более чем скромно. Мундир генералиссимуса Иосифа Сталина. Так все вместе 15 мундиров высших военачальников Красной Советской Армии выставляются впервые. 70-летие Победы послужило достойным поводом. ВДВ – это передовой рот войск. И, конечно, очень важно, чтобы курсанты воздушно-десантного училища Рязанского владели не только боевыми дисциплинами, военными специальностями, но они были глубоко исторически образованными и, в общем-то, отчетливо. И где-то, может быть, даже очень глубоко понимали, что им есть, чем гордиться и на кого равняться. Открывать выставку приехал сам командующий воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов. Он много сделал для того, чтобы рязанцы в родном городе смогли увидеть эти уникальные экспонаты из частных коллекций. Я сам лично впервые увидел «Орден Победы». Раньше я видел только на картинке. Сейчас я увидел. Да, это муляж, но это «Орден Победы». Дальше. Что такое мундир? И его внешний вид. Он показывает, каким человек в жизни, насколько бережно он относился. Есть такое выражение. Выглядит как военный. То есть, это говорит о том, что человек, в идеале, военный, всегда представляется таким. В дальнейшем на базе Рязанского музея ВДВ планируется расширить проведение выставок. Причем, по словам Шаманова, они станут более масштабными. Причем, здесь есть как бы реконструкция, а есть подлинные просто вещи, которые... Это вообще... Да еще так... В таком... Ну, просто весь генералитет тот... Потрясающе, конечно. Это, конечно, надо показывать, это надо рассказывать. И надо, чтобы... Ну, я думаю, что они сделают толковых экскурсоводов, потому что детям, особенно молодежи, они же толком и не знают, кто это такие. И должны знать. В музее истории ВДВ эти уникальные вещи пробудут до 21 марта. Затем выставка переедет обратно в Кремль. В эти дни рязанские живодеры печально прославились на весь интернет. В сети появилось видео с чудовищным сюжетом. Подростки связывают кота и взрывают его петардой. Человек, который выложил ролик в интернет, утверждает, что обнаружил запись случайно. Видеозапись с его просьбой помочь найти извергов набрала буквально за несколько дней миллионы просмотров. К поискам живодеров тут же подключились общественность и полиция. И уже в выходные полицейские задержали троих жителей Рязанской области, которые оказались причастны к жестокой расправе над животным. Жуткую видеозапись на просторах интернета полицейские обнаружили в ходе мониторинга материалов. Парни связали коту лапы скотчем и привязали к животу мощную петарду. Затем один из них поджег фитиль. Животное погибло. Третий участник расправы снимал все происходившее на видеокамеру. Предположительно, расправа над котом произошла в Рязанской области. Полицейские начали проверку. Вскоре установили, что к жестокой расправе над животным причастны трое жителей села Выжгород Рязанского района. Сотрудники полиции разыскали этих парней. В ходе проверки выяснилось, что убийство кота было произведено летом 2005 года. Трое жителей Выжгорода. Старшему из них 38 лет. Остальным 29 и 28 лет сняли это видео еще в 2005 году. За это время приятели-живодеры уже не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов. В 2007 году старший из парней был судим за кражу. А его приятели в 2008 году были осуждены за разбойное нападение. Не мудрено, что жестокой инквизиции над котом задержанные вспомнить не смогли. Ты мне скажешь, что вообще, как дело произошло? Ну, это было давно, честно говоря, даже сейчас до конца не вспомню. Ну так, хотя бы вот. 12 лет назад, вы сами понимаете, что никак вообще не вспомнил. Ты ранее судимый? Да. А по статье? 162-й, 2-й. А ты в полиции вообще за что оказался? Задержали, якобы применяли насильственные действия по отношению к животным. А это вообще давно было? Это было давно очень. 12 лет приблизительно, может быть больше. А где это вообще происходило? Где ты был? Рязанской области, села Выжбород. Однако сотрудники полиции не смогут наказать живодеров, взорвавших кота. Срок давности для подобного рода деяний составляет всего два года. И к настоящему моменту уже истек. А задержанные, отпущенные на свободу. Ведущий автор программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин предложил наказать взорвавших кота рязанцев долгими реальными сроками. Об этом он рассказал в интервью газете «Культура». Он отметил, что в США за жестокое обращение с животными выносят приговоры до 20 лет лишения свободы. В Китае подобное карается смертной казнью. В настоящее время Комитет Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии активизировал работу по ужесточению наказания за издевательство над животными. Остро отреагировала и общественность. В интернете появилась петиция с требованием наказать рязанцев, взорвавших кота. К настоящему моменту ее подписали уже около 20 тысяч человек. Полицейские Ряжского района задержали двоих злоумышленников. Мужчина и женщина подозреваются в ограблении 65-летнего пенсионера. Для того, чтобы похитить деньги, они избили и связали пожилого человека, после чего заперли беззащитного в собственном доме. Отметить получение прибыли двое младых людей решили, устроив застолье. В этот момент их и задержали полицейские. В полицию обратился 65-летний пенсионер, житель села Морчуки-1. По его словам, вечером 17 февраля к нему в дом постучалась женщина и, пожаловавшись на то, что замерзла, попросила пустить внутрь. Пенсионер открыл дверь и тут же в жилище ворвался незнакомец. Злоумышленник повалил пенсионера на пол, ударил несколько раз и спросил, где хранятся деньги. Забрав 14 тысяч рублей, незнакомец и его спутница связали пенсионеру руки и ноги куском ткани и, оставив его на полу, ушли, закрыв входную дверь на ключ. Спустя двое суток соседи, обеспокоенные долгим отсутствием пожилого мужчины, зашли в дом и обнаружили его связанным. После освобождения мужчина сообщил о случившемся в полицию. Сотрудники полиции опросили жителей села и выяснили, что в день ограбления на улице населенного пункта видели 30-летнего местного жителя и женщину. Внешность этих людей совпадала с описанием злоумышленников. Затем полицейские установили, что вечером 17 февраля у парочки неожиданно появились деньги, и они устроили застолье в доме знакомой, после чего вызвали такси и уехали в город Кораблино. Оперативники быстро разыскали злоумышленников в одном из кафе и задержали 30-летнего жителя села и его спутницу, 33-летнюю жительницу Рязанской области. Ранее мужчина уже был судим за кражу. А ты откуда знал, что у деда деньги есть? У него они постоянно есть. А он тебя знал? Ну так-то он знал. А когда ты постучался, он вышел, что-нибудь спросил у тебя? Он не у меня спрашивал, он ей открыл. А ты забежал сразу? Ну да, я вот оттолкнул и зашли. В настоящее время проводится проверка на причастности к совершению аналогичных преступлений на территории Рязанской области. Парочку задержали через несколько часов после сообщения о преступлении. Пощищенные деньги почти полностью были потрачены на спиртное. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. К другим новостям. В празднование Дня защитника Отечества внесли свой вклад и представители Рязанского отделения ЛДПР. В центре Рязани партия провела традиционный митинг. На нем представители ЛДПР выступили с поздравлениями и, пользуясь случаем, пообщались с горожанами. Такие митинги прошли по всей России. 23 февраля на площади Ленина под флагами ЛДПР собралось несколько десятков человек для проведения традиционного ежегодного митинга, посвященного Дню защитника Отечества. Всех пришедших и присоединившихся к этому митингу, конечно же, ждали поздравления и праздничная викторина, в результате которой каждый мог выиграть подарок для себя или своих любимых защитников. Однако главной целью этого митинга вот уже на протяжении многих лет является отнюдь не поздравление. Таким образом, партия пытается привлечь внимание властей к ряду проблем, с которыми жители нашего города обращаются в региональное отделение партии. Среди них, как отмечает координатор областного отделения ЛДПР, жалобы на экологическую обстановку в городе, низкие пенсии, а также беспредел, который творит жилищно-коммунальное хозяйство. Бабушки платят за капитальный ремонт сейчас, а дом у них будет стоять в очереди на ремонт лет через 10-20. И непонятно, за что человек платит. Партия ЛДПР требует, чтобы плата за капитальный ремонт вносилась только после того, когда дом отремонтирован. На сегодняшний день партия ЛДПР реально помогает населению. Это признают и сами люди. А с вашей точки зрения, вот партия ЛДПР, она реально людям помогает бороться? Мне кажется, да. Да, смелая партия. И как-то вот она мне симпатична. Я много сталкиваюсь, то есть многим помогают. Это и письма на обращение, все граждане, все там. И мы обращались, и писали, и решения всегда были. Об этом говорит и объективная реальность. Так, в Государственной Думе уже идут обсуждения возможности внесения поправок в законодательство, благодаря которым плату за капитальный ремонт отменят. И на этом у меня все. Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте. город62.тв Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. До встречи. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова